Вас Леонид зовут? Ленька. Пашковский. Из Минска. Это вчера-вчера было. Я иду, говорю по телефону с кем-то. Мужик сзади. Извините, времени сколько не скажете. 7. Дальше разговариваю. Секунд 10 проходит. Извините, можно вас отвлечь? Нет. Нет, ну я разговариваю, чего мешаешь. 10 секунд проходит, он все за мной идет. Извините, вы не блогер? Да. Да, блогер. Я в Пакистане. Я в Исламской Республике Иран. Я в Баранаси. Это Пешавар. Я в Карачи. На самом юге Бангладеш. В самых больших азиатских трущобах. Я здесь, чтобы сделать то, что в этой стране категорически запрещено. Тут все. Пара человек с автоматами. И ты почти заключенный. Друзья, с нами Леонид Пашковский. Канал Хочу домой. Я не так смотрю тревел-блогеров. Не так много смотрю тревел-блогеров. Но этого тревел-блогера я смотрю и смотрю те выпуски, которые мне интересны до конца. И сегодня мы узнаем, почему же Андрей Буренок смотрит Леню Пашковского до конца. Леня рассказывает о тех странах, куда бы мы бы с вами, скорее всего, сами не поехали. А он туда поехал и ощутил так много эмоций, что на канале уже почти 300 тысяч. Почти близко уже подбираемся. Хорошо. Леня из Минска, Белоруссии. Сам вообще в прошлом и актер, и сотрудник рекламного агентства, и просто парень, который любит жизнь. И понял, что жить он не хочет только в Белоруссии, а хочет жить по всему миру и познавать людей через местных. Еще познал дзен и кунг-фу. Серьезно? Конечно. Ударь меня. Ну, то есть тебе будет больно. Правда? Конечно. Хорошо. Лень, мне вот очень интересно, почему ты начал это делать? Чисто из любопытства. Потому что мне всегда с детства нравилось смотреть программы про страны, про культуру и так далее. И когда пошла движуха в онлайне, появились эти путешественники, которые пишут вконтакте про свои отчетики, вот это вот все было. Мне очень было интересно за ними следить, до тех пор, пока я не понял, что они все пишут одно и то же, во-первых. Одни и те же маршруты у них, одни и те же, типа, челленджи, якобы, они испытывают. И, в общем, ничего интересного они не рассказывают, кроме того, что вот я в таком-то говне оказался, потому что поехал без денег, все кинул и так далее. Мне подумалось, ну, типа, ребята, вы едете в такие интересные места, там же можно столько всего интересного рассказать. И я по жизни стараюсь, во-первых, следовать принципу критикуешь-предлагай, а во-вторых, все, что я делаю, я пытаюсь как-то превращать в какой-то продукт, то есть что-то создавать. Вот и все. Вот это все соединилось, и я понял, что окей, раз я такой умный, я поеду тогда сам и попробую сам что-то сделать лучше, чем другие. Вот и все. Ты имеешь опыт маркетолога, работал в рекламном агентстве, соответственно, ты, скорее всего, понимаешь, что такое целевая, какие потребности у людей, кто конкуренты. Ты делал какое-то изучение рынка, для кого ты будешь делать и как ты будешь делать? Слушай, нет, во-первых, я не совсем маркетолог, я в креативе работал. То есть я немножко, ну, не то чтобы далек, конечно, от этих всех стратегических планирований, но нет, я не делал никакого исследования, опять же, потому что я не задумывал это как проект, который я буду прям развивать, пытаться на нем зарабатывать и так далее. Таких мыслей не было. Хотелось просто сделать и типа показать кому-то. Я думал, у меня, я помню, была KPI, такой я себе поставил. Если 20 тысяч человек посмотрит каждый ролик первого сезона, то типа все нормально, типа хорошо. Если 100 тысяч посмотрит, я думал, то это прям типа невероятный успех и фантастика. Вот, а сейчас я думаю, боже, ты смеешься, 20 тысяч это погрешность вообще какая-то. Вот, то есть с этого начиналось, просто ради удовольствия. На ширине параллельно, видите, бедра параллельно земле, да, жопку выпятил. И вот так. Задавай вопросы, получай ответы. Слушай, страны, в которые ты поехал, это наказание для тебя было или нет? Нет, это была манна небесная. Манна небесная. Как ты выбрал изначально свои страны? Я помню, Иран, Пакистан, Индия, Бангладеш, потом Гаити. Слушай, ну, три критерия у меня всегда. Первый критерий – это интересность и непонятность. То есть места, про которые мы там мало чего понимаем. Второе – они должны быть все рядом, чтобы дешевле перемещаться, чтобы за один приезд отснять много мест разных. Ну и третий – язык. То есть я должен понимать, что я в этом месте смогу общаться хотя бы как-то. То есть это либо английский, либо испанский. Я с утра бурпи делал. Ну, в общем, да, вот так детей наказывают в Шаолине, в шаолинских школах. Долго не стоят. Я провенился там, ну, типа, несколько часов могут простоять. Ну, дети там железные просто, они просто невероятные. Я там, у них разминка утром длится полтора часа, по-моему. Ну, в той школе, в которой я был. Разминка полтора часа, они там бегают, прыгают, все делают. А в конце еще этой полуторачасовой разминки, в 6 утра она проходит где-то, они становятся на руки к стене, немножко, чтобы держало. И на руках стоят вот так вот, типа, 10 минут, 15 минут. Представляешь? Дети там, не знаю, 8-летние. Я смотрел много выпусков, и в некоторых из них мне казалось, что вот название канала «Хочу домой» у тебя присутствует местами, например, «Приезжай в аэропорт». Какие-то были страны, где вот точно захотелось, блин, мам, я хочу домой. Гаити вообще, если любой вопрос с отрицательным контекстом, ты задаешь, ты знаешь сразу, что ответ будет «Гаити». Да. Абсолютно, что это страна с минусами. Все со знаком минус. Страна со знаком минус огромным просто. Единственный плюс в ней, единственное, наверное, что красивое в стране, это автобусы. Вот здесь будет сейчас картиночка с автобусами гаитянскими. Это фантастика, их в музей надо выставлять. А так, да, ты выходишь просто вот из аэропорта на улицу, и ты понимаешь, что не надо здесь вообще ходить. Давай о трешовости тех стран, в которых ты был. Можно даже, знаешь, как такой рейтинг трешовости стран, что больше всего тебя шокировало. И вот, блин, ты до сих пор не можешь. Это что, со мной было? Типа, вот опять же, гаити, она будет на верхушке списка. Типа, это то, что самое поразительное в плане ужаса. Да? Да. Мозг, он ведь стирает у нас, да, самые ужасные моменты жизни. На автомате они как-то забываются. И вот про гаити я мало что могу вспомнить, прям детально. Наверное, вот мозг, он включил этот тумблер. Типа, стереть, забыть, все, не надо. И поэтому осталось только такое, типа, ну, там было страшно, но прикольно. Я бы еще раз вернулся уже, потому что ты не помнишь этих самых страшных деталей и переживаний. Но все равно на гаити ты брал камеру, выходил на улицы и шел. Ты находил проводников, ты сначала у местных узнавал, куда идти, куда не идти. Ты узнавал, в какое время идти, не идти. И как ты вообще справлялся с вот этим вот страхом, когда ты лежал пару дней дома и думал, блин, выйти или нет? Я вроде прилетел снимать, но мне, ну, я очкую. Ну, да, вот так оно и было. Все правильно. Я каждое утро себя заставлял вообще с трудом подняться, выйти из гостиницы и пойти снимать. Ты вышел на улицу, заставил себя. Потом ты еще полтора часа ходишь, заставляешь себя просто камеру поднять и на кого-то направить. Потому что сразу это вызывает ор, крики, все останавливаются, тебя посылают нахер. Ужасно. Но как с этим бороться? Ну, типа, никак. Сила воли. Сила воли, потому что это работа. У тебя есть план, у тебя есть дедлайны, какие-никакие. И все, ты не можешь уехать, типа, ничего не сняв просто. Потому что у тебя мало того, что есть план, у тебя есть еще обязательства уже перед рекламодателями, перед зрителями. Соответственно, перед самим собой. Не хочется сказать, извините, я обосрался. Поэтому как бы сила воли, все, ты включаешь и пошел. За тобой гнали где-то, нападали, грабили. Вот в Гаите единственный раз. И то это было уже в самом конце, когда я убедился, что все не так страшно там. Я понял, что на самом деле все нормально и люди нормальные в большинстве. И там как бы не стоит так бояться, как я боялся. Я расслабился, начал уже более-менее в открытую и смело снимать. И вот в этот момент как раз-таки меня наказали. Ну, попытались наказать. Я просто поворачиваюсь в какой-то момент, голову поворачиваю. Там толпа, человек 40 на меня движется, все орут. Кто-то бежит уже, у меня камеру пытается вырвать. Вот это начинается катавасия какая-то непонятная. Я вообще не успею сообразить, что происходит. И подбегает кто-то из местных, слава богу, на себя внимание отвлекает. И я успеваю развернуться и уйти. И что самое тупое вообще в этой ситуации было, что вместо того, чтобы побежать и как бы максимально вообще оттуда быстро свинтись, я на вот этом адреналине непонятном просто разворачиваюсь и медленно, очень с достоинством ухожу вот так, не оборачиваясь причем. Типа, ребята, вы меня не напугали. И я просто иду не спеша вот так, а самого прямо внутри все просто переворачивается, трясет, думаешь, сейчас типа, блядь, нож в спину какой-нибудь, знаешь. Но я только вот прошел метров 200, только потом обернулся, все чисто. Вообще тупее поступка не придумаешь. Грабили? В Бангладеш, вот опять же, единственный раз. Было в Бангладеш последние поездки. Это был самый конец съемок. Уже 2,5 месяца я снимал. Я очень уже устал катастрофически. Еще и заболел. И я вообще просто потерял бдительность окончательно. Меня просто вытянули из кармана айфон. Сам виноват. Опять же, просто потому что сам виноват. Не нужно показывать. Не нужно, да. Не провоцировать. В общем, да, не нужно провоцировать. Слушай, ты бываешь в таких странах, которые, блин, страшно подумать. Ты был в Каракасе. Как там? Там действительно оказалось очень стрёмно. То есть все местные были на такой паранойе, что я понял, что ладно, лучше я останусь без там уже прям хорошего материала из Венесуэла. Но я останусь жив. Типа и все. Поэтому я особо не высовывался. Особо не выходил из центра города, который прям напичкан вообще военными. И там прям уже более-менее спокойно. Вот. И все. Просто иногда, типа, я не из разряда людей, которые вообще без башни. И, типа, контент превыше всего. Типа, да ну нахер. Ну, типа, жизнь превыше всего. Давай вернемся к трэшу. Вот ты рассказал про Гаити немножко и Венесуэлу. Какие вот топ-5 мест, которые реально такие трэш страны, трэш места? Давайте задай этот вопрос еще раз. Он так пернул сам. Друзья, здесь просто приехали любители пошуметь. И они шумят. Сори, мы скоро поменяем локацию. Но вот здесь происходит именно так. Тоже трэш свой. Но зато все по-настоящему. Вот. Давай к трэшу вернемся. Самое невероятное это фестиваль Вуду в Гаити. Я в этих ужасных трущобах в Сити Солей попал на фестиваль Вуду. Это в такой жестяной коробке, собранной из мусора. Набитый там сотня людей. Играют на барабанах, распивают ром, раскуривают сигары. Все в религиозном экстазе. Барабанит... Это ночь. Несколько свечек освещает только это все помещение. Барабанит ливень по этой жестяной крыше. То есть ты попадаешь просто в доисторическое какое-то состояние. Сам в него впадаешь спустя там час. Начинаешь танцевать вместе с ними. Все. Короче. Стирается грань реальности. Стоит рядом 12-летняя девочка. Трогает тебя. Там сначала щипает, потом трогает. Какой ты там необычно белый. Потом начинает намеки какие-то делать. Потом уже буквально показывает. Давай, давай. То есть все это вот неразрывно связано. Там телесность, духовность. Очень, короче, такое было странное состояние, когда ты просто попал в другую реальность. И опять же, с такими обрядами связаны небесные похороны в Тибете. Рассказать. Когда в Тибете традиционный в этот вред, когда тело умершего не кремируют, не закапывают в землю, его разрубают на части, либо надрезают очень сильно, кладут на землю, и стая огромных грифов, огромных просто птиц, у них вот такой вот размах крыльев, они слетаются и за пару минут съедают все. Остается там пара косточек крупных. Все. И ты смотришь на это? Типа это вот перед тобой вот только что произошло в реальности. Человек был, человека нет. Птицы съели. И это вот такая, ну, иллюстрация, как по мне, самая четкая, явная иллюстрация вообще буддистской философии, буддистского отношения к жизни. Типа расслабься, чувак, расслабься. Тебя съедят птицы или черви, или еще кто-то. Типа все хорошо, не переживай из-за своего эго излишнего. Люблю рассказывать историю из Варанаси, где тоже кремируют людей. Круглые сутки, круглый год горят костры, в которых жгут людей. И фантастическая история, опять же, про отношение к жизни, про отношение к миру, ко всему этому. Горит костер с человеком на нем. Рядом какой-то чужой абсолютно чувак стирает одежду свою. Он ее постирал, повесил на палку на какую-то, подошел к чужому костру и начал сушить вот так вот. И все, сушит. Костер догорел раньше, чем одежда высушилась. Он немножко покачал головой, отошел к соседнему, к другому костру, и продолжил сушить. Все. Ну вот, и никто ему слова не сказал, понимаете? Потому что то, что для нас треш, в другой стране абсолютно нормально. Мне очень интересно, как ты готовишься к путешествиям, что ты берешь обязательно с собой. И мы не раскрыли тему местных проводников, есть ли они у тебя на месте. Короче, я в целом проповедую прям вот такую религию того, что путешествовать нужно подготовленным. Понятное дело, готовиться можно там по-разному, по-скучному, можно путеводителями зачитаться. Lonely Planet для меня самые лучшие. Вот, они по всем странам есть абсолютно. Даже по тому же Гаити, 10-летней давности, но есть какой-то путеводитель. Вот, но понятное дело, что это скучно, типа нудно, сухо, поэтому я еще использую просто литературу. Просто художку или нон-фикшн какой-то, там журналистские какие-то условно расследования. Потому что тоже по, ну, наверное, абсолютно любой стране можно при желании найти какую-то книгу, как минимум художественную, из которой ты почерпнешь хотя бы общее вообще ощущение какой-то ментальности страны или там характера страны, да. То есть, условно, прочитав Шантарам, тот же самый, если там говорить про Индию, ты развлечешься, во-первых, хорошенько. Во-вторых, ты будешь готов к культурному шоку. Это раз, что тоже важно. Во-вторых, ты будешь немножко уже понимать, почему так, а не иначе. Почему вот на улицах Мумбаи, условно, ты можешь увидеть Роллс-Ройс, рядом с Роллс-Ройсом будет идти корова срать на этот Роллс-Ройс, а рядом будет еще нищий тащить за собой какую-то гигантскую, там, тележку с товарами. Вот. То есть, это дает тебе базис какой-то, базовое понимание страны, куда ты едешь, и это очень важно. Но лучше, конечно, читать документальные книги, документальное кино смотреть, или сюжеты того же Вайса или Вокс на ютубчике. Да, смотреть, если говоришь по-английски, понятное дело, если понимаешь как минимум. Вот. Там вообще прям кладезь полезной информации, и все. И ты уже готов хотя бы как-то. Ты знаешь, о чем спросить местного, о чем поговорить. Знаешь, о чем лучше не спрашивать, чего лучше не трогать. Вот. То есть, все вот это не просто интересно, это еще действительно помогает тебе путешествовать как-то качественно, кайфово. Вот и все. И читать путеводители, не путеводители, а форумы, да. Есть куча форумов русскоязычных, где люди собирают отчеты о своих поездках тоже куда угодно. От Парижа условного до Папуановой Гвинеи. Все вот это вот по шагам, все свое двухнедельное путешествие с ценами, с маршрутами, направлениями, секретиками, с фотографиями. Вот это идеальная вообще подготовка. Ты благодаря этому, во-первых, узнаешь, какие места стоит смотреть, какие не стоит. И касательно многих стран ты узнаешь, как не попасться на, типа, разводилово там условно, как не лишиться лишних денег там и так далее. То есть вот читать форумы – это самое главное. Русский бэкпэкер, восточное полушарие, форум Винского. Вот на русском языке три основных. Какие вещи ты обязательно всегда с собой берешь? Да немного, на самом деле, всегда вещей нужно. Трусы. Кроссовки максимально удобные. Вот это прям, не знаю, кроссовки для меня самая супер важная вещь, потому что ты ходишь неделями, там, сутки напоролёт, ты просто ходишь, ходишь, ходишь. И важно, чтобы были кроссы, типа, классные, вот, беговые какие-нибудь, да. А так трусы, майка, шорты, штаны, там, условно, если нельзя ходить в шортах по стране, ну, типа, как в Иране. Вот. Всё, больше ничего не надо. Техника. Смартфон, смартфон, да, типа, смартфон закрывает все вопросы абсолютно. Если у тебя есть набор приложений базовых, там, нужных, карточка с деньгами, типа, всё, тебе больше ничего не надо, условно. Если ты не снимать едешь. Если снимать едешь, понятно, нужна ещё техника. Ну, это как бы... Какую технику с собой берёшь? В общем, базовый набор достаточно. То есть никаких супер у меня девайсов каких-то необычных нет. Всё, я таскаю один на себе, на спине, в рюкзаке, поэтому всё максимально компактное, должно быть лёгкое. И максимально мало этого. Ты путешествуешь больше как бэкпекер, правильно? Ну, абсолютно, да. Ты заранее бронируешь жильё у кого-то, договариваешься? Ищешь на месте? Я ищу на месте. Я всегда стараюсь найти вписку, в первую очередь, у местного, потому что это контакты. Контакты для меня самое главное. Если с пиской не получается или там бывает, ты устал уже от общения катастрофически, и тебе надо побыть одному, посидеть сериалы посмотреть, то да, я снимаю какие-то там гестхаусы, но это, опять же, всегда, всегда, везде на месте легко найти жильё. Бронировать незачем, абсолютно. Хелперы, либо фиксеры, либо проводники. Как часто присутствуют, где ты их находишь, и насколько они важны, в каких странах они обязательно важны? В моём случае они не то чтобы важны, они вообще первостепенны, потому что проект строится на общении с местными, на интервью и так далее. Поэтому, если ты не нашёл проводников, получится, как с тибетом получилось, да? Там, ну, не с кем было пообщаться просто из-за отсутствия языка. Люди говорят по-тибетски, они даже по-китайски не говорят, ты с ними не пообщаешься даже с помощью гугл-переводчика, то есть вообще ноль контакта, поэтому там получилось пусто, и там пришлось какие-то свои приключения выдумывать. Говорят, надо пить. Вот, и так, конечно, нужно, нужно находить, и опять же, я всегда стартую с каучсерфинга, потому что там много людей, они есть, он работает везде, типа в Гаите он работает даже, типа пара каучсерферов всё равно есть в любом месте. И всё, они, конечно, не всегда полезными оказываются, но они помогают тебе познакомиться с кем-то ещё. То есть это всегда полезная отправная точка. Через неё ты начинаешь раскручивать вот эту вот цепочку пяти рукопожатий, и обязательно доходишь до того, который тебе нужен. Вот и всё. Какой у тебя получается ежедневный бюджет, либо бюджет поездки, включая, если убрать авиаперелёты, взять только проживание, питание, передвижение на месте. Я дополню ещё, не сказал про поиск героев, фиксеров. Очень часто, опять же, живут же какие-то экспаты, куда бы ты ни поехал, какие-то россияне, белорусы, украинцы. И тоже часто очень им помогают, как минимум, какой-то информацией. То есть, да, в тот же Бангкок, я когда поехал, я познакомился с Антоном Дрянечкиным, всем известным героем. Да, с вашим героем. Он, типа, вообще главный знаток Бангкока. И, типа, ехать туда с ним не пообщавшись, это, ну, типа, вообще промах. Ну, мне как-то понравилось вообще. Думаю, ладно, Азия, интересно, останемся, посмотрим, поизучаем. И вот затянулось это всё. Садика. Мы не состыковались с ним, к сожалению, по времени. У него не было тогда в Бангкоке, но как минимум он помог там чего-то понять, чего-то спланировать. По деньгам. Из-за того, что я немножко там к категории бэкпекеров отношусь всё-таки, у них работает такая формула примерная, что ты в путешествии таком самостоятельном будешь тратить примерно столько же, сколько тратишь дома. Ты привык к какому-то уровню трат? Ты вот примерно столько будешь тратить условно везде. Ну, кроме, наверное, Штатов, там, Австралии, Швеции какой-нибудь, да? И то, я уверен, что бэкпекеры прям трушные, они умудряются везде столько же тратить и ещё экономить. Поэтому, условно, ты 500 баксов тратишь на жизнь, будешь тратить 500. Тратишь 1000, будешь тратить 1000. Вот всё. Есть ли страны, которые ты уже посетил и которые снимал? Их немного больше 10, по-моему. Ну, наверное, да. Есть ли страны, которые ты уже не ногой? Есть ли страны, которые, знаешь, у тебя там, можно сказать, они остались в твоём сердце, и тебе, блин, хочется вернуться и снова испытать что-то, вот такая ностальгия? Да, на самом деле нет, наверное, ни одной страны из всех посещённых, куда бы я прям не хотел вернуться вообще. Типа, я никогда туда не поеду. В каждой из них есть что-то очень интересное, очень цепляющее, что хотелось бы поглубже раскопать. Даже тот же Гаити, давай к нему возвращаться постоянно. Как бы там ни было страшно, отвратительно, и, в принципе, там делать нечего нормальному человеку, но... А, в Гаити феноменальная музыкальная культура. Очень прикольная там электронная музыка, очень прикольная рэп-музыка. И всё это действительно настоящий, прям андеграунд в лучшем его значении, знаешь? То есть, там реально ребята из говна и палок делают студии себе и пишут музло, которое получается офигительно настоящим и крутым. И Вуду. Вуду, опять же, это тема большущая, которую очень было бы интересно раскопать, потому что никто её вообще никогда не раскапывал на русском языке. И поехать, там есть в ноябре фестиваль. Вуду гигантский, огромный, массовый, просто когда улицы превращаются в какое-то загробное действие, загробные марши. Вот это увидеть, поснимать, пообщаться по этому поводу было бы круто. То есть, даже в Гаити я хочу вернуться. А куда не вернусь? Наверное, Иран единственное место. И то я не вернусь, потому что страшно. Ну, в смысле, если кто-то там сверху смотрел мои видосы, то меня закроют в Иране, скорее всего. Потому что я наснимал там кучу компромата про то, как в Иране плохо, как люди нарушают там закон, как я нарушал этот закон и так далее. То есть, за это, я думаю, можно сесть. А где у тебя была история, что парень молился, вечерняя молитва, а потом он тебе рассказывал о тех порно-сайтах, на которые ходят? Да, 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 да. Где это было? Это смешная была история в Пакистане. Это был студент, да, такой весь интересный парень. Он помолился. Он привел меня к себе в общагу или в какую-то комнату он снимал какую-то. Он говорит, сейчас, извини, мне нужно помолиться. Он помолился. Говорит, ну все, ладно, можем дальше разговаривать. И сразу как-то вылезла тема почему-то у него про девочек. Он говорит, ну вот я там такие порно-сайты, значит, смотрю. Ну классно, молодец. А я говорю, это такие. Ну то есть это нормально. Во всем мире все одинаковые. Ничего в этом удивительного нет. Несмотря ни на какие запреты религиозные или там культурные, все все делают. Все пьют, все смотрят порно-ху, все мечтают о сочных белокурых женщинах. Хэйблонд. А все они, да. Они тоже мечтали. Ты же всегда мечтаешь о том, чего нет у тебя здесь. То есть мы там о мулатках мечтаем. Они о белокурых высоких красавицах. Разве что я затронул эту тему. Давай попробуем задать вопрос. Больше 10 стран. В каких странах у тебя были женщины местного населения? Ни в каких никогда. Серьезно? Да. Ты воздерживаешься во время съемок? Я не то, чтобы воздерживаюсь. Просто у меня есть вот уже практически жена. Сорян. Мы были не готовы. Эту информацию мы не накопали. А семье твоей ничего нет. Вот, да. Есть семья, как бы, и это самый важный момент, почему не было женщин в других странах. Во-вторых, даже и не хотелось на самом деле, потому что... Как зовут жену? Учитывая специфику стран Марина. Марина поставила тебе столько плюсов сейчас. Все. Все. Прямо сейчас ты у Марины и у всех Марин русскоговорящих, Украины белорусоговорящих поставили столько плюсов тебе сейчас. Я тебе объясню просто, почему тут даже ничего удивительного нет. Тебе не хочется. Когда ты видишь, учитывая специфику стран, это страны, да, чаще всего бедные, там, где люди живут в плохих условиях довольно-таки. И даже ты на условную Кубу приезжаешь, самое популярное направление секс-туризма, когда ты видишь, как живут люди, эти, когда ты общаешься с ними не только вот, когда она накрасилась, вышла на лавочке, сидит тебе. Это расскажу. Немножко отвлекусь. Сижу на лавочке в парке, подходит ко мне девушка вечером. Ну, привет, ты откуда? Говорю, вот оттуда. Понятно. Не хочешь ли я тебе... Ну, тут даже нет в русском языке аналога слова такого красивого. Уна чупата. Чупата. Это я не знаю, как красиво перевести. Она про меня-то говорила. Говорю, типа, хочешь, я тебе хороший такой, значит, сделаю. И начинает мне на ухо томным голосом своим красивущим испанским расписывать, как она классно будет это делать. Понимаешь? И, в общем-то, легко соблазниться очень. Но, когда ты заходил чуть дальше вот этого, как бы, такого общения, когда ты приходил к людям в дома, видел, как они живут, тебе не хочется к ним прикасаться. Потому что ты понимаешь, что люди живут в таких условиях, что там все гепатиты, все ВИЧи и все прочее очень легко подцепить. Вот. Поэтому, типа, я не понимаю, зачем люди ездят в такие места за секс-туризмом. Понятно, что дешево, но, чуваки, это очень опасно. Ты берешь с собой марину в путешествии? Нет, не беру никогда. Потому что, просто потому что это работа. Путешествуем мы для удовольствия в другие места, в другом формате. Какие места? Ну, в Европе в основном, в Мексике мы были такие нормальные места. И это уже не бэкпекерский формат? Где можно, нет, нормальный формат человеческий, где можно отдохнуть, хорошо провести время, красиво, вкусно покушать, все, как бы, с комфортом. Ты специально для видео выбрал формат бэкпекера? Либо, ну, так... Да, потому что оно удовлетворяет мою тягу к познанию и к приключениям. Так вот, какие страны тебе хочется вернуться больше всего? Знаешь, они прямо тебе запали. В Тибет, в Венесуэлу очень хочется вернуться, потому что Тибет очень красивый, тибетцы очень интересные, приятные люди, приятные. Прямо вот они действительно какие-то невероятно хорошие. Немножко инопланетяне, при всем прочем. То есть, очень тоже интересно там разобраться в этом во всем поглубже. А венесуэльцы, они тоже невероятно крутые, приятные чуваки, при этом очень близкие нам по менталитету. Они довольно-таки, ну, типа, европейского склада ума, хотя совсем на другом континенте живут, поэтому с ними очень легко налаживать контакт, очень легко быстро подружиться. И вы, типа, на одном языке разговариваете буквально, вот. Поэтому очень приятно. И Венесуэла сама по себе очень крутая, насыщенная, красивая, разнообразная страна. Вот туда очень хочется вернуться, учитывая, что я ее потрогал совсем, вот совсем чуть-чуть. Я знаком немного с буддизмом, и один из последних выпусков у меня был о Бангкоке, и я знаком с сайским буддизмом. Ты был прямо в Тибете. Все ли буддисты такие вот добрые, положительные, либо могут тебя и камнем швырнуть? Камнем могут швырнуть. Ну, ты же понимаешь, что буддизм, буддизму рознь – это раз. Тибетский буддизм, он вообще не такой, как тайский, абсолютно. Тайский буддизм очень сильно перемешан с индуизмом, во-первых. Во-вторых, он такой немножечко, ну, типа, лайтовый, да. А тибетский, он совсем другой, он очень-очень строгий. Ну, я не знаю, можно ли слово «строгий» здесь применить, но буддизм для тибетцев – это действительно вот образ жизни, его основа, основа жизни. Для тайцев все-таки, насколько я успел это прочувствовать и понять, это такая уже больше автоматическая традиционная штука какая-то, да. Они не то чтобы сильно верят, но продолжают делать. С тибетцами все наоборот. Они очень прям действительно – это для них вот основа жизни. Ну, и сложно сказать, насколько вот это им позволяет всем быть, типа, добрыми, там, правильными. Конечно, нет. Как я уже сказал, везде в любых традиционных религиозных обществах есть и хорошие, и плохие люди, которые следуют законам, правилам, которые им не следуют. Поэтому да. А камнем кинуть в Тибете – это, в принципе, распространенная довольно-таки штука. В тебе бросаются камнями – это какая-то еще такая, знаешь, из феодальных тибетских времен, которые закончились совсем недавно. Осталось просто, ну, чужестранец, чужестранцев видят, видели, да и видят там нечасто очень. Поэтому, эй, ты кто? Типа, пошел нафиг. Дети вообще бросаются камнями часто, монахи иногда бросаются. Я когда… Но это не со зла, типа, ну, такое. Я когда снимаю свои, когда снимаю свои выпуски, больше всего стараюсь не идти по массивным местам, там, где все ходят, грубо говоря, туристы даже, не путешественники, а пойти по улочкам, где живут обычные люди, и я делаю два варианта. Первый – я беру кого-то из наших, которые мне показывают такие места, и тогда снимаю «Экспаты» либо другие выпуски. Второй – я просто иду сам. Иду сам и часто захожу в гости. В Бангкоке меня просто случайно позвали в гости. Мы не говорили, вообще не говорили по-английски, но меня показали свою квартиру, напоили, в гамак уложили, заботились. Насадж сделали? Наверное, бы сделали. Был муж с женой, они смеялись, улыбались, разговаривали между собой. О, Боже, у нас белый человек. То же самое меня в Индии в трущобы звали, все обнимали. Я там, о, Боже, к нам пришел парень. Я, правда, деньги раздавал еще. Я просто от того, что мне хотелось... Нет, я сразу не раздавал, я потом раздавал деньги. Я прошелся по трущобам. И мне нравятся очень все страны, где я бываю, знакомиться через местных. У тебя весь подход твоего видео получается через местных. Расскажи мне о местных. Они бывают такие жесткие, либо, как у тебя в видео, чаще такие доброжелательные, готовые впустить, делиться, показать, кусок хлеба отдать. И мне кажется, гостеприимство во всех твоих выпусках у большинства местных, оно уровнем выше, чем у нас в постсоветском государстве условно. Я тебе объясню, у меня есть на этот счет своя теория познания мира. В такие места, когда ты приезжаешь, да, когда особенно не в маст-си, как ты сказал, локации, а туда, где туристов видят редко, а в некоторых странах вообще целиком, в целой стране туристов видят редко. Ты приезжаешь, и ты для них не меньше аттракцион, чем они для тебя. Им просто интересно, им просто кайфово вообще потрогать какого-то абсолютно другого человека и с ним попытаться коммуникацию создать. Поэтому я более чем уверен, если ты привезешь индуса, не знаю, негра, африканца или там американца, не знаю, кого угодно совсем другого в деревню, словно украинскую или белорусскую, абсолютно такая же будет реакция. Люди в белорусских или маленьких городках, где угодно, они настолько же душевные, гостеприимные, открытые, если они видят кого-то совсем другого, они вообще готовы все ему отдать, все рассказать, улыбаются во весь рот и так далее. Ничем мы не отличаемся, ничем, кроме того, что мы, нам здесь это сложно увидеть. Мы такие же, просто мы этого не видим. Есть страны, в которых гостеприимства действительно меньше, чем в других местах. И это, наверное, вот на Карибах я это почувствовал очень сильно. Несмотря на то, что там тоже очень много людей есть, которые, да, готовы прекрасно с тобой как бы идти на контакт, но там гораздо больше, чем в других местах людей, которые не готовы идти на контакт, которые раздражаются, бесятся и так далее. И там я очень сильно почувствовал вот эту какую-то историческую обиду на белого человека, в принципе, да, на Карибах. Вот, это было. Большинство всех стран, которых я снимал, это Европа и Азия сейчас. У них присутствуют разные названия для жизни, типа, медленно, не торопясь. Например, в Греции это сига-сига. В Таиланде это сабай-сабай. В Испании говорят дисфрута омбра, что-то вроде такого. В Эбене все хорошо. В Италии, да, там, сиеста-фиеста-мальяна. То есть везде люди стараются, в Хьюге, даже в Дании. Вот. То есть везде как-то люди стараются замедлиться, не торопиться, жить, наслаждаться жизнью. Возвращаясь домой в Киев, я вижу, что все безумно куда-то торопятся, хотят быть кем-то, ставить с собой, перед собой вешать морковку цели, достигнуть успешный успех и все остальное. Ты увидел все это в тех ли странах, где ты был, присутствует ли это? Раз. Второе. Почему, если у них это присутствует, у них вот так, а у нас по-другому? У нас люди не живут в удовольствии, куда-то спешат все время. Во-первых, вот этот культ успеха. Мне кажется, это явление, глобальный культ успеха. Это явление, мне кажется, последних десятилетий, я, двух десятилетий, пришедший из Америки. Я уверен, что именно оттуда там он родился однозначно. И с проникновением просто, с расширением глобализации, это все приходит и в другие места. И если ты приедешь, опять же, в Бангкок, в Бангкоке по сравнению с другими тайскими городами, чувствуется, что там есть, уже несмотря на их ровное буддистское отношение к жизни, к своей судьбе и всему прочему, все равно уже начинает чувствоваться сильно культ успеха, потому что это мегаполис. Там все это работает. И в любом мегаполисе оно примерно так. А что касается нас, почему мы и так не умеем наслаждаться жизнью, мне кажется, это наследие совка. Попросту. Потому что мы всегда кому-то были чего-то должны и должны были чего-то всегда успеть больше, чем запланировали, преодолеть, переработать, быстро вылезти из говна. Это, мне кажется, просто вот эта ментальность, которую пока она не искоренилась, потому что, понятное дело, еще только-только мы избавились от совка, собственно. У меня, конечно, миллиарды вопросов еще было. Я хочу более практично перейти к YouTube. Советы, как начиналось. Но начнем мы с того, 3 из твоих самых популярных видео в заголовке содержат слово секс. Так. Ты специально называл секс? Люди кликают на секс? Либо так получилось, просто выпуски были. Я объясню. Самое популярное видео содержит это слово. Да. Как это началось? Когда был ролик про Кубу, именно про секс на Кубе, отдельный ролик про это, про секс, тусовки, все эти дела, я его, понятное дело, так и называл секс на Кубе, бла-бла-бла. Никаких других роликов с такими названиями не было. Но когда внезапно этот ролик полетел, как ракета вверх, я понял, что что-то я делал не так. До этого? Наверное, до этого. Что стоит поменять название роликов. Я оптимизировал вообще все названия как-то по-разному, но понял, что еще в двух роликах трогается тема секса тем или иным образом. Вот, а, это был Иран тоже, потому что одна из серий иранских, она такая немножко, она и про секс, и про наркотики, и про всякие там движухи. Поэтому я тоже там поставил. Как только я это сделал, ролик тоже полетел. Понятное дело, что его прицепом повез кубинский ролик, что пришла новая аудитория, я начал смотреть другие. Но, понятное дело, что вот слово секс, естественно, привлекало. И это, да, это работало как минимум сейчас. Вот последние буквально типа месяц, наверное, два, YouTube, насколько я вижу, начал очень сильно бороться вообще с этой историей. Не то, что с кликбейтом в заголовках, а вообще с вот этим говноконтентом, условно, да? Когда ты пишешь слово наркотики в заголовке. Шок. Или шок, или там трагедия, геноцид. Все вот это вот. Все. Видео не подходит большинству рекламодателей автоматически. Автоматически YouTube его перестает рекомендовать активно и так далее. Это, ну, это хорошо. Для таких людей, как мы, которые пытаются делать серьезный контент, осознанный, это хорошо, я считаю. Вот и все. Но поэтому вряд ли, наверное, полетят следующие ролики со словом секс. Я своих подписчиков, портретного подписчика, которых я вижу, да? Я их называю осознанными подписчиками. Потому что у меня не про трэш, у меня не про, не знаю, маты, люди не ругаются. Больше про жизнь, поглубже про жизнь, поглубже про страны. Не только Википедия, а больше от людей с позитивом, с access stories, просто с какими-то историями людей, которые могут вдохновить, научить, показать, развлечь. Мне кажется, у тебя такая же аудитория, более осознанная аудитория, которая не пишет тебе гадости, как это делается чаще везде. Да, ну, не в осознанности дела, мне кажется, а просто в возрасте даже. Просто в том, что большая часть аудитории – это взрослые люди, которым за 20, за 25 даже, поэтому они уже немножко попустились, они уже немножко, наверное, научились меньше брызгать слюной ядовитой. Вот и все, вот и все. Тебе пишут какие-то гадости? Есть хейтеры? Не, ну, есть, но очень мало. Да? Очень мало. Я собираю, у меня есть отдельная папка с названием hate, я туда собираю самые смешные, самые крутые комментарии хейтерские, потому что люди иногда так вот как-то изворачиваются невероятно, что я прям думаю, как вообще в голове у тебя это сформировалось? Ну, неужели это вообще может прийти в голову? Мы можем здесь пустить подборку быстро слайдшоу, потому что есть просто невероятные шедевры. Я и свои покажу. Мне просто пишут, я, честно говоря, всем желаю просто добра, я прихожу, добра. Они такие, он мне ответил, блин, простите, я не это имел в виду. Много стран посетил, хотелось ли где-то остаться, либо туда переехать? Нет. Мне не столь важно, где жить, важно, что делать. Я бы с удовольствием пожил какое-то время в Нью-Йорке. Я жил какое-то время в Нью-Йорке, я бы еще пожил. Я бы пожил какое-то время в Берлине, в Токио, я бы хотел пожить, там, не знаю, еще где-то. Но не на совсем, не то чтобы прям за делом, что это мой дом навсегда. Нет. Типа мне и в Минске хорошо. Имея возможность двигаться, имея какую-то гибкость, жить в Минске, жить прекрасно в целом. Потому что там все понятно. Когда ты уже взрослый человек, тебе сложновато интегрироваться уже в чужое общество. Поэтому мне не хотелось бы стать прям эмигрантом-эмигрантом навечно. Хотелось бы иметь свободу. Ребят, мне кажется, с Лёней можно снимать 3 выпуска, и на каждый будут всегда столько много деталей и эмоций, и что вы будете их смотреть до конца. Но нам надо уже, наверное, заканчивать. Я очень рад, что мы с тобой лично познакомились. Я узнал для себя много. Я являюсь в том случае, когда я тоже подписчик, и надо сделать селфи. Потому что знаешь, ты когда ездишь, тебя узнают, меня узнают. Давай сделаем селфи. Можно с вами сделать селфи? Пока здесь стояли, к нам подходили, сделают селфи. Это прикольно, потому что ты берешь интервью у того человека, которого сам смотришь и чьи выпуски смотришь до конца. Если вы не смотрели, ссылка есть в описании. Обязательно посмотрите. Я знаю, вам точно понравится, потому что это очень осознанный, глубокий, настоящий контент. Я всегда в конце видео говорю, и в этом скажу точно так же. Инвестируйте в свое время и деньги в эмоции, в путешествия. Выгодные авиабилеты находите на сервисе выгодных путешествий 3 My Dream в моем бизнесе, друзья. Лен, тогда дарочка. Спасибо большое. Круто. Было интересно.